В день защиты детей логично поговорить об их безопасности. Что делать, если ребенок потерялся? Поговорите со своими детьми и объясните план действий, если это все же произойдет. Главное – не паниковать. Лучше оставаться на месте. Здесь все просто. Ребенок стоит на месте, родители его ищут. Если поблизости оказался открытый офис Сбербанка, можно зайти туда. Уже несколько лет банк реализует программу «Островок безопасности». Сотрудники знают, как действовать в ситуациях, когда к ним пришел растерянный ребенок или дезориентированный пожилой человек. Если сотрудники это видят, руководитель на данный момент не увидел, они должны сообщить руководителю. Ну и уже руководитель или замруководителя подключается к этому человеку. Если это ребенок, то мы должны на месте сориентироваться, найти родителя. Если его нету, то, естественно, никуда мы такого ребенка не отпускаем. Далее мы работаем, у нас есть служба, куда мы соединяемся, сообщаем о таком ребенке или о таком человеке, кого мы должны передать близким родственникам, И далее нас уже координируют, что мы должны сделать в такой ситуации. Программа «Островок безопасности» помогла многим людям. С 2018 года Сбербанк встретил и вернул в семьи порядка 60 граждан, в том числе 53 ребенка. При необходимости сотрудники офисов могут также оказать первую помощь. У нас была ситуация вот сейчас на карантине, когда женщине стало плохо при обслуживании. То есть там такие симптомы были, что она начала задыхаться, прям громко озвучила это. Начались судороги, вызвала скорую помощь. Ну, скорая помощь сейчас очень долго едет, поэтому пришлось самостоятельно применить воду. Спросила у женщины, могу ли я ее расстегнуть, вытирать водой. То есть я ее обтирала водой, делала массаж рук, даже ног пришлось сделать. Островки безопасности можно найти во всех отделениях Сбербанка. Здесь примут всех заблудившихся, напуганных, требующих внимания и заботы и помогут найти дом и родных. Ольга Тимченко, Богдан Патрин, Новости 21.